И еще одно важное решение, которое было принято сегодня на заседании Краевого штаба. Многодетные семьи получат единовременную выплату в размере 2000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. А вчера президент России озвучил новые меры поддержки для этой категории граждан. Кто и на что может рассчитывать в нашем интервью с руководителем Анапского управления социальной защиты населения. Вчера президент, выступая перед гражданами нашей страны, сделал действительно беспрецедентное заявление о тех мерах социальной поддержки, которых никогда раньше не было. Но, во-первых, он напомнил о том, что уже наши граждане получают. По 5000 получают семьи, имеющие детей до трех лет. Эти выплаты назначаются Пенсионным фондом Российской Федерации. И для их получения гражданам необходимо выйти на портал госуслуг. Следующая мера, которую давно уже ожидают наши граждане, это выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта выплата будет осуществляться с 1 июня текущего года. Но при этом необходимо иметь в виду, что право на эту выплату будут иметь граждане, у которых средний доход не превышает 11 107 рублей. Это конкретно для субъекта Краснодарский край. Поэтому предварительно каждая семья может рассчитать. Взять доход своей семьи, начиная с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Разделить на 12 месяцев и затем на количество членов семьи. Трое, пятеро, четверо. Вот если этот доход на человека в этой семье не будет превышать 11 107 рублей, тогда с 1 июня граждане имеют право подать заявление непосредственно в Управление социальной защиты населения, в многофункциональный центр, либо через портал государственных услуг. И тогда с 1 июня семья получит на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет сумму около 32 тысяч рублей. Почему? Потому что ежемесячная выплата составляет 5 319 рублей 50 копеек. Мы умножаем эту сумму на 6 месяцев, потому что закон вступил в действие с 1 января 2020 года, соответственно, сразу за 6 месяцев. Далее, июль, август и так до конца года семья будет получать по 5 319 рублей 50 копеек из расчета на одного ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Причем, обращая внимание, до 7 лет включительно. Слово включительно означает 7 лет, 11 месяцев, 30 дней. То есть практически до дня исполнения ребенку 8 лет. И вчера же прозвучала действительно беспрецедентная мера поддержки, помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. Выплата на каждого ребенка составит 10 тысяч рублей. И что особенно следует отметить, эта выплата никак не зависит от доходов семьи. То есть все граждане, проживающие в Российской Федерации, имеющие детей в возрасте до 16 лет, от 3 до 16 лет получат эти меры социальной поддержки. Сегодня уже очень много анапчан приходили в управление социальной защиты, спрашивали, как получить эту выплату. Хочу еще раз обратиться к анапчанам. Президентам было сделано заявление и принято действительно меры к тому, чтобы мы сейчас меньше ходили, меньше собирали справки, меньше пересекались друг с другом. Именно поэтому для получения этой выплаты никуда ходить не надо. Из дома, через портал государственных услуг, родители, законные представители этих несовершеннолетних детей заполняют соответствующее заявление, и эти выплаты придут им в таком удаленном варианте. Следующие выплаты, которые сейчас осуществляются как федеральным ведомством через Центр занятости населения. Те граждане, которые встали на учет через портал «Работа в России», признаны официально безработными, если у них минимальное пособие по безработице, полторы тысячи, они могут рассчитывать на выплату 3 тысячи на несовершеннолетнего ребенка. Но эта выплата, опять же, осуществляется исключительно Центром занятости населения через портал государственных услуг.